Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съев которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим своё здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ведущий Геннадий Малахов. У нас сегодня в гостях у «Целебной кулинарии» чемпион мира по фитнесу Михаил Дьяханов. Спасибо, что пригласили, Геннадий Петрович. Сразу видно, что человек занимается над собой, это явно видно, да? Но для того, чтобы приобрести соответствующую фигуру, здесь было, а здесь не было, это говорит о том, что человек должен, в первую очередь, знать, как это сделать. Второй человек и знает, как это сделать, а не хватает самодисциплины. И вот сейчас мы у Михаила как раз и порасспрашиваем, как вот это сделать, с помощью каких упражнений. С удовольствием поговорю, с удовольствием сейчас, может быть, что-то приготовим даже с вами, Геннадий Петрович. Давайте. Я вижу замечательное такое мясо, прямо вот, ну, смотришь на него, и по неволе хочется его, да, уже представляешь, в виде готового блюда. Я думал, уже представляешь, когда съел. Михаил, а вот какое мясо лучше всего использовать для того, чтобы полноценно росла мышечная масса? Ну, вот у вас прекрасный выбор, потому что это не просто говядина, но еще говядина без явных каких-то таких жировых прожилок, да? То есть вот, ну, с точки зрения как здорового питания, так и набора мышечной массы, вот как говорят, то, что доктор прописал, вот это оно и есть. Оно и есть, да? Ну что, тогда мы его начнем готовить, а по ходу готовки расскажешь... С удовольствием. Об особенностях тренировочного процесса. Конечно, с удовольствием. Наверное, надо разрезать, да? И я вот так вот начинаю разрезать, разрезать. Это все дело у нас... Роскошные стейки. Вот, стейки. А вот курицу можно использовать? Да, конечно. Куриное мясо. А какой лучше всего мясо использовать? Ну, тут я не буду оригинален. Вы, как в прошлом бывший спортсмен, причем тяжелоатлет, знаете, что, ну, все спортсмены предпочитают куриное филе. Куриное филе. Куриное филе. Ага, сейчас. Я это сделаю, чтобы по рукам не было нормаленько, да? Один кусочек мы отбили, то есть стейк всегда надо отбить. Ну, конечно, это с точки зрения приготовления облегчает его прожарку и делает его более мягким в итоге. Слушайте, а вы знаете, я был в гостях у одного там, ну, будем говорить, такого известного человека, и он меня угощал мясом, которое, он еще подчеркнул, берется камень, и об камень отбивается мясо, и вот оно вот настолько уже отбивается, что там какой-то фарш получается. И вот это, говорит, мясо самое полезное. Это если такое мясо дают, значит, тебя уважают. Хорошо. Ну, в наших условиях большого города, боюсь, что это будет не лучший выбор. Все-таки на кухне у нас, ну, скажем так, не у всех есть камень. О, ну да. А молоточек есть везде. Костерски вы это делаете, Геннадий Петрович? Видно, что у вас есть большой вот этот вопрос. А с чем лучше всего его съедать? Вот именно для набора веса. Вот первый вариант для набора веса его лучше съедать. Тут, Геннадий Петрович, давайте начнем немножко издалека, да? Давайте. А прежде всего, а как его лучше приготовить? Вот. Потому что вот сейчас мы его пожарим, и когда мы говорим именно про набор мышечной массы, про тех наших телезрителей, кто хочет стать больше, что называется, да, набрать больше мышц, увеличить размер своих мускул, то жареное мясо, ну, естественно, мы сейчас же будем его не просто пожарить, мы будем использовать целый ряд технических приемов, которые позволяют говорить то, что жареное – это на самом деле не то, чтобы вот так вредно, как принято считать, как вот сейчас, ну, много где пешат. Вот. А на самом деле, конечно же, предпочтительнее все-таки его тушить, тушить. И, ну, вот тут есть нюанс, что хочется сказать, что отварное мясо самое полезное, но оно самое и невкусное. Потому что вещества экстрактивные там, ну, выварились, и получается один только белок. А вот это вот, как бы сказать, смака и нету, который вкус дает, да? Да, так и есть, конечно. Все-таки, ну, вообще, отварная пища, она более специфичная. Значит, лучше всего либо поджарить, либо его сделать, вот… Потушить. Потушить. Можно на гриле, ну, как бы это зависит от ситуации, как кому больше нравится и, ну, какие возможности кухни, естественно, позволяют. Но жареное мясо, повторюсь, вот с точки зрения именно тех наших зрителей, кто хочет стать максимально большим, прекрасный выбор. Хорошо. А с чем его вот? С крупой, с овощами? Вот, Геннадий Петрович, единого, как бы, рецепта быть не может. Ну, в принципе, как во всем, что касается кулинарии. Потому что, если мы обратимся, вот у нас сейчас очень принято чуть-чуть кивать на американцев. У них уже большая, так сказать, сложившаяся культура питания именно в области здорового, жизни, а не именно страна, которая, то, если вы помните, с холестерином, морозом, то, соответственно, они вот мускулатуру набирают. И у них это прежде всего рис. Рис? Рис. В наших российских условиях, когда у нас есть такой прекрасный продукт, как гречка, вот я, например, предпочитаю гречневую кашу. Ну, она и, на мой субъективный вкус, она вкуснее. Она, ну, ничем не менее полезна, а в чем-то, что касается, например, витаминов группы В, даже более полезна, чем рис. И мне кажется, что на гарнир лучше все-таки выбирать ее. Хотя, повторюсь, это вопрос, конечно, субъективных предпочтений. И если мы говорим, например, про завтрак, про завтрак, то на завтрак я вот, например, каждое утро ем овсянку. Вот. Ну, вот так мы когда говорим, да, что овсянка – это полезно, это все мы знаем, да, все мы читаем какие-то рецепты, но обычно никто же не задумывается, а что в ней такого полезного, что ее выделяет из других гарниров. Из злаков, да? Да, из других злаков, совершенно верно. А на самом деле она же содержит замечательный такой, как это сказали бы медики, полисахарид, ну, то есть углевод, бета-глюкан. А еще в… И что он делает, этот бета-глюкан? Он нормализует именно наш уровень холестерина в организме. Это, насколько я знаю, это единственный из природных, соответственно, углеводов, кто действительно нормализует вот тот самый уровень плохого холестерина, с которым все, ну, пытаются каким-то образом бороться, контролировать его. Ну, и это все отбили. И теперь что надо? Маслица туда добавить на сковородочку. Причем, Геннадий Петрович, хочу подметить, что у вас очень правильный, очень грамотный выбор масла. То есть вот сейчас, ну, идут самые разные диспуты о том, что, дескать, оливковое масло полезнее, чем подсолнечное, или, там, например, льяное масло еще полезнее. Но принципиальные моменты, вот я вижу, что у вас оно как раз нерафинированное. А вот это намного важнее, чем выбор непосредственного сорта масла или из чего оно сделано. Вот это, конечно, очень интересно сказать. Но я хочу сказать следующее подчеркнутое особенности. Если масло нерафинировано, его лучше оказывается использовать в салатах. Оно даст больше пользы. А вот если масло используют для жарки, нерафинированное масло имеет больше вот этих вот различных веществ, которые при жарке начинают разрушаться, и дают те или иные, там, будем говорить, вещества. Здесь тогда более очищенное масло лучше использовать. Вот такие нюансики есть. И мне очень понравилось, Михаил, когда вот рассказывал о крупах. Вот действительно, крупы вроде бы не все одинаковые. А что там? Ну, там имеется углевод сложный. И пожалуйста. Вот. Как раз добавляем маслица совсем немного, Геннадий Петрович. У нас получится с вами прямо вот настоящее здоровое питание. Когда рис используется, он действительно, он упитывает. То есть, он дает, ну, и массу, от него там и жирочек будет расти. Ощущение сытости он дает. Ощущение, да, сытости он хорошо. Если мы используем овсяную крупу, вот более ценную, то вот она больше дает силы. Вот не зря лошади ее едят и становятся такие вот сильные, будем смотреть, лошади, да? А, допустим, вот гречка, гречка, это великолепный продукт. Ага, ложим сюда ее. Вот так вот. Какие все-таки роскошные кусочки мяса получаются. Я думаю, мы положим только три. Хорошо, три. И будет как раз очень красиво, питательно и, я уверен, в дальнейшем вкусно. Вкусно. Вот. А вот, а если мы используем гречку, она, как бы сказать, еще даст и... И вот она способствует тому, что обладает большими способностями к кроветворению. То есть вот отсутствие там, ну, недостаточно гемоглобина, гречечку кушаем, значит, с ним будет лучше всего вырабатываться. И, ну, хочется, знаете, еще такую интересную вот вещь сказать. Вот действительно, мясо-то, оно тоже способствует кроветворению, да? Да, конечно. И наш организм, оказывается, он развивается с костного мозга. То есть там вырабатывается кровь. И кровь, если она полноценная, а для того, чтобы она была полноценной, естественно, мясо должно быть, вот, строится весь организм. Ну, еще интересная вещь. Вот почему мы все-таки, как бы сказать, делаем акцент на физических упражнениях, причем силовых. Дело в том, что физические упражнения, силовую направленность, они способствуются тому, что за счет волевого усилия, которое идет изнутри наружу, понимаете, мы строим тело и даем импульс на обновление. Потому что, как бы сказать, вот художник, ну, грубо говоря, нарисовал что-то, да? Она запылилась. А надо, фу, дунуть, чтобы это прорисовалось, да? Как хорошо, Геннадий Петрович, вы всегда умеете примеры проводить. Волевая усилия такая, эть, напряглись мы, она только хоп, и стерла различные там все эти там такие, ну, ненормальности, которые есть, и обновила. Опять тренировочка, раз, то есть должно быть и питание, и физическая нагрузка для того, чтобы наша жизнь была полноценной. Что мы делаем? Нет, мы не нажимаем. А, ну, давайте возьмем лопатку. Да, лопаточка. А где наша лопаточка? Так, лопаточка у нас, вот она. Миша. Так. Вообще, я хочу сказать, что замечательное все-таки мясо. Так оно уже аппетитно выглядит. А вот стоит ли его прожаривать до конца, чтобы оно и в середине было? Или стоит немножечко оставлять, и чтобы в середине как бы сыроватая была? Ну, я думаю, что Геннадий Онищенко сказал бы, что все-таки надо иметь всегда мясо хорошей прожарки, но мне лично больше нравится с кровью. Скажу честно. С кровью. Да. Мне нравится больше с кровью. Там остаются ферменты, которые способствуются тому, что они сразу же начинают и пищеварение, и добавляют как-то силу. Да, вообще, Геннадий Петрович, вы очень хороший, всегда пример приводите. И, конечно, вот когда мы говорим про физические тренировки, ну, не обязательно про силовой тренинг, просто про какую-то физическую активность. Мы же запускаем все наши внутренние процессы, все гормональные процессы, вообще активируем наш обмен веществ, который в противном случае измерляется. И вот как раз обновление, про которое вы говорили, естественно, не происходит. То есть человек чахнет, становится слабым, угнетается иммунитет и подвержены к заболеванию. Для того, чтобы человек был здоровым, в первую очередь, он должен быть активным. Да, физически активным, конечно. Поэтому хотим мы того или нет, физическое упражнение – то, что надо. Абсолютно с вами согласен. Слушай, Миша, а вот ты когда начал заниматься, во сколько лет ты начал заниматься и что тебя подвигло именно к этим занятиям? Я, Геннадий Петрович, начал свои первые тренировки, но тогда достаточно хаотичные, но очень упорные. Потому что вы же сами знаете, что молодежь, если она хочет чего-то добиться, то... Ну, молодежь, понятно, молодежи рознь, но тот, кто действительно хочет добиться, он, конечно, очень упорен в своих устремлениях. А начал я тренироваться еще в школе, в старших классах. Тогда, это же были еще времена СССР, когда не было доступа никакой информации. Ну, то есть мы, вот, так сказать, внутри железного занавеса, мы о каких-то вещах догадывались. Какие-то мы предполагали, что это может быть. Журнал был «Спортивная жизнь России», у которых там комплексы печатали по атлетизму. Но это было уже чуть позже. Позже? Чуть позже, да. То есть я прекрасно помню «Спортивную жизнь России», в советском спорте печатали самые первые комплексы. Потом выходили, уже в дальнейшем были такие замечательные черно-белые брошюрки «Атлетизм». Они были переводные, их тогда впервые в нашей стране, ну, еще же было в СССР. Они, если, ну, не буду врать, не помню, какие это были годы, но понятно, что это были, конечно, конец 80-х. Но тогда их переводил легендарный, просто не побоюсь этого слова, среди бодибилдеров Эдмундес Даубарес. Это нынешний президент Всемирной Федерации фитнеса. И, ну, просто был не то, что вот раритетом, а чем-то чуть ли не, наверное, можно сказать, объектом поклонения среди культуристов. Потому что там была информация, ну, по нашим, да, нынешним временам, в общем-то, ничего там такого не было. А тогда, когда был сплошной информационный вакуум, ну, просто казалось чем-то невероятным. Чтобы вот сейчас, да, ты начнешь тренироваться по этим комплексам и очень быстро догонишь Эрмальда Шверсенеггера. Слушай, Миша, а вот с чем мы его будем кушать? Вот у нас, я вижу, болгарский перчик. Прекрасный выбор. Сделаем его с тушеными вот такими овощами очень вкусно. И как раз... Порежем, да? Да, чуть-чуть порежем с вами. Добавим уже на сковородку, чтобы мы имели в итоге такое вот готовое блюдо, уже которое можно не просто употреблять в пищу, но которое уже вкусное, уже, так сказать, конечный продукт. Все готово. Конечный продукт полезный. Насколько я понимаю, все-таки одно мясо нежелательно употреблять. Оно должно быть с овощами или вот с какой-то там клетчаткой, пусть даже с теми крупами, которые дают вот эту вот способность организму и переваривать, и очищаться. Потому что если только одно мясо, 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 могут быть и запоры. Я так понимаю, да? Ну, вообще я хочу сказать, что все вот эти монодиеты, да, когда люди едят что-то вот одно, да, это же, ну, антинаучно, если так объективно смотреть на вещи. Плюс это, ну, кому-то, естественно, нравится. Кто-то так питается в силу каких-то проблем со здоровьем или, допустим, к тем же соревнованиям готовится. Но для абсолютного большинства людей, конечно же, вы абсолютно правы. Все-таки какой-то гарнир обязательно должен присутствовать. Обязательно. Все, оставляем. Значит, для набора мышечной массы лучше всего использовать крупяной гарнир. Да, безусловно. А когда подготовимся к соревнованиям или хотим вот подсушиться, хотим стать страннее, уже овощной. Да, так и есть. Мясо остается, в смысле мясо нам дает белки, а вот жирки начинают уходить в процессе тренировки, как они разлагаются. А овощи не дают, они дают витамины, ферменты, чтобы все это быстренько. Даже вкус просто дают. И вкус, естественно, дают. Все отлично. Абсолютно верно. Плюс, Геннадий Петрович, мы с вами сегодня как раз уже когда говорили про курицу, о том, что с точки зрения... То есть, то можно и курицу использовать, вот как мы говорили. Да, то вот в этом случае курица с какими-то овощами становится уже более предпочтительней, чем вот как мы сейчас готовим мясо с сушеными овощами. Вон она как. Вот это моя мама бы сейчас одобрила. Я думаю, что когда она будет смотреть эту программу, она получит большое удовольствие, потому что она очень любит вот такую зелень. И, ну, как бы отнесется с явным одобрением. Я вот дома, я скажу честно, я очень редко использую. Запах. В первую очередь запах раз. Запах – это фитонциды. Вообще, запах способствует тому, что запускает у нас пищеварение. Ферменты, которые здесь есть, и ароматические вещества, они разрыхляют пищу, улучшают отток желчи, улучшают отток пищеварительных соков. И способствует тому, что всё это более лучше переваривается, нежели если без ничего. Ну, и плюс это активирует наши вкусовые рецепторы, то есть нам становится пища более приятна, но банально есть. Я добавлю сюда ещё чесночка для того, чтобы это более аппетитно. Ну да, чуть-чуть чесночку будет только на пользу. А вот сколько раз надо питаться? Потому что я знаю, если человек один раз питается, даже полноценной пищей, он просто-напросто переедает, растягивает желудок, и никогда у него не будет струйная талия. Вот постоянно всё что-то будет вываливать. Я скажу больше, Геннадий Петрович. Такой человек рано или поздно будет вынужден ходить к врачам, потому что у него неминуемо начнётся гастрит. Гастрит, который, как знать, не дай бог, со временем перейдёт в язву, потому что недаром же наши предки, причём в любой культуре, без разницы мы говорим про нашу славянскую или, может быть, про какую-то европейскую кухню, но везде же присутствовали полдники, ланчи, five o'clock, если мы говорим про Англию. То есть всегда предполагалось, что люди, ну, нас приучили, что завтрак, обед, ужин. Но на самом деле всегда предполагалось, что приём их пищи больше. И действительно сейчас, даже если не брать спортивную составляющую, даже если не говорить о достижении каких-то результатов, то любой человек, любой человек, кто следит за своим здоровым питанием, кто хочет стать необязательно массивнее или ещё что-то, просто чувствовать себя здоровее, конечно же, должен питаться более трёх раз, желательно 4-5, в случае спортсменов, и ещё чаще раз. А вот количество разделения пищи, какое по объёму должно быть? Ну, допустим, там, если всю пищу за день, которую мы съедаем, брать за 100%, там, например, зал-то там 20, обед там 30, сколько там. Вот как в этом отношении? Есть такое деление вообще? Тут, наверное, лучше говорить не только про объём, хотя про объём пищи вы естественное право. Конечно, что наедаться на ночь, когда ты ешь такой полноценный обед, ну, понятно, что это не полезно. Но я бы сакцентировал внимание чуть на другом. Это на углеводной составляющей. Вот мы сейчас с вами как раз говорили уже про то, что вот рекомендуется овсянку есть на завтрак, о том, что если вы хотите набрать мышечную массу, то лучше добавить к мясу не тушёные овощи, а, соответственно, рис или лучше, ну, зависит от пристрастия гречку. Так вот, говоря про вечерний приём пищи, про вечернее, наверное, даже правильнее так сказать. Число углеводов, то есть гарнира, конечно, лучше сокращать, конечно. А, вот она важная вещь, я услышал. И запомните, действительно, вот человек, который разбирается, мы можем гарнир, даже, возможно, и картофель съесть с мясом с утра, хоть это будет и тяжеловато, но, тем не менее, всё это усвоится. Но если всё это мы, и мясо, и картофель, или, там, рис, или ещё кашу, всё это на вечер, то обязательно у нас талия будет, наверное, расти. Или проблемы с её уменьшением... Усобобятся, конечно, конечно. Вот это очень-очень важно. Ну что, блюдо наше готово. А, так вкусно пахнет и выглядит, как аппетитно. Будем пробовать? Обязательно. Пошли пробовать. Доброго вам здоровья, до новых встреч. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч.